Друзья, всем привет! А у меня сегодня еще одна посылочка. Маленькая посылочка. Ой, блин, зацепилась. Маленькая посылочка. Но она такая классненькая. Сейчас я дверь закрою, чтобы у меня телевизор там не доносился. Друзья, вот эту посылочку мне прислала цветочница. Ну, теперь уже можно сказать и подружка. Потому что мы общаемся уже 7 лет. 7 лет назад мы познакомились на цветочном сайте. В 12-м году в январе я там зарегистрировалась. Вот. Я как раз... Ну, вернее, как цветы я любила, как бы, да, всегда. Вот. И я их заводила. Но они периодически у меня все помирали, потому что я тогда вообще про них ничего не знала и не старалась ничего узнавать. Вот. Я просто покупала цветы, сажала, пересаживала, поливала. Ну, и как правило, кто уже со мной давно знает, что я любила всегда большие горшки. Если я купила маленький фикус и знала, что он вырастает деревом, то я могла сразу посадить в большой горшок какой там это. В общем, таким образом у меня растения поливали, до меня не доходило, я не понимала, почему. Ну, и я всячески начала потом искать информацию в интернете. Вот. И набрела на этот сайт цветочный. И мы там, как бы, познакомились. У нас была своя там группа таких вот заядлых цветоводов и общительных. И, в общем-то, вот, 7 лет мы уже общаемся. И вот одна моя подружака цветочная решила мне сделать подарок. Вот это, друзья, как же она правильно произносится, там, мандевилла. Я, правда, еще не спросила, какого она цвета должна быть. Вообще, она бывает разных расцветок цветы у нее. Вот. И я ее прям очень хотела. А у нас тут, вы знаете, вот не встречаю я ни у кого. Может быть, конечно, надо на рынок сходить, габабулечка. Может быть, у кого-то и есть. В магазинах нету. Надо, наверное, как-нибудь прогуляться до рынка. В будний день сходить. Вот. Может быть, я что-то найду. В общем, смотрите. Вот так. Молодец. Она как прислала. Без всяких стаканчиков в торфике легко и хорошо. Надо, наверное, тоже вот. Но я без стаканов боюсь посылать, потому что кто знает, сколько будет идти посылка, как будет трястись, и корешочки могут. Хотя вот так вот, если запаковать хорошенечко, заклеить, может быть, и будут доходить. Потому что в стаканах с землей все-таки тяжеловато посылки получаются. Ну, ладно. Насчет этого подумаем. Вот. Это вот прямо как она укорененная была вот с землей, вот так вот в пакетике. Я только сегодня получила, еще не сажала. Сейчас еще буду и сажать. Вот. А вот эти вот два цветочка, им еще надо укореняться. Вот это пепперомия. У меня такая была. Я здесь у нас маленький черенок покупала. Но мне он надоел в стаканчике. Я его посадила в горшок. Причем горшок маленький. Но насколько он маленький? Он в любом случае больше 100-граммового стаканчика. И, конечно, потихонечку я залила его. И вот сейчас вот мне прислали. Такой красавец. Но они не укорененные. Она их просто мне срезала. А я их вот в водичку сейчас опустила. А то они и так бедные. Почти неделю в посылке были. Вот. Я их сейчас поставила в водичку. Вот. Такая классная пепперомия. Тоже она мелколистная такая. И у нее вот такие красивые листочки. А вы же знаете, я люблю такое меленькое, ампельное. Такое вот какое-нибудь красивое с рисуночками. А вот это седум. Мне он нравится тоже, что он ампельный. Вот такой меленький. Седум варегатный. Посмотрите, какая прелесть. Вот. Тоже он был неукорененный. Она мне тоже черенки нарезала. Я их поставила в воду. Но я думаю, они быстро дойдут. Корешочки. Вот. А мандевилу можно сажать. У меня еще меданила есть. Поэтому у меня теперь это в произношении проблема. Вот. Так что вот эти ждем, когда укоренятся. Этот я сейчас посажу. И будет мне счастье. Ой. Надо еще как-то так сделать, чтобы когда я уйду, кошки тут ничего не съели. А то, если что, на столе оставь. Они обязательно на зуб попробуют. Попробуют. Вот, девочки. Вот. Хоть и виртуально мы общаемся, но уже давно, друг про друга уже много чего знаем. И уже не раз мы цветочками менялись. И семена друг к другу шлем. И цветочками менялись сколько раз. Конечно, не всегда удобно цветы посылать. И есть друзья там, куда вообще посылать цветы нельзя. Но, тем не менее, мы общаемся. Правда, сейчас с сайта с этого мы ушли. Вот. Пришли все на Одноклассники. В Одноклассниках общаемся. Но, в любом случае, мы поддерживаем связь и общение. Друзья, а вот и чудо-чудное, диво-дивное. У меня на балконе есть горшки, в которых когда-то пропали цветы. Но я их землю не вытряхивала. Я их просто то, что попропало, отнесла на балкон, убрала на нижнюю полку и думаю, пусть я про них забуду. Может быть, где-то что-то когда-то вылезет. И я даже иногда, когда опрыскиваю там, иногда там опрыскиваю. Какие-то палки торчат, и я иногда опрыскиваю. Вот этот горшок. Я не помню, что здесь когда росло, но сейчас я искала горшок для мандевилы. Ну и глянула вот этот вот маленький вот такой горшочек, да, то есть как бы хорошо будет для него. И он еще, видите, у меня без дырочек и вот с краями, то есть его можно было бы подвешивать, потому что она ампельная. Я ее как раз, может быть, и подвесила бы. Ну и вот решила взять этот. Глянула. А тут растет чего-то. И, честно говоря, я не знаю. Вот это что-то похоже на суккулент. Вот это я не знаю. И тут уже даже макушку отгрызли кошки, видимо. Вот это я не знаю, что торчит. Что-то неживое, но торчит. И это я еще чуть-чуть слой земли сняла, чтобы посмотреть. И вот у меня тут какая-то палка, на которой тоже вот что-то зеленеется. В общем, сейчас я это аккуратненько полью, сбрызну и оставлю на видном месте. И мне интересно, что из этого вырастет. А у меня там еще куча горшков стоит со всякой ерундой. Надо поглядеть, вдруг там у кого-то чего-то проснулось. То есть цветы просохли, отдохнули от меня. Плюс на балконе там и свежий воздух. И они на нижней полке стоят. Там свет с окна чуть-чуть попадает. И видать, они решили о себе напомнить. Да, очень интересно. Сейчас вот побрызгаю и посмотрим, что потом будет расти. Вот, друзья, я распаковала. Гляньте, какая хорошая корневая. Естественно, я это ничего растрясать не буду. Вот так в горшочек поставим. И сейчас засыпем. Ну все, друзья, посадила. Вот я мандевилу. И я сейчас думаю, что я ее отнесу на балкон. В доме пока не буду ее вешать. Думаю, что на балкон отнесу. Там ей будет замечательно, хорошо. Ну а надо, наверное, сейчас это вставить пластиковую, найти палочку для орхидеи. Вставить, обвить. Вот. И пускай она у меня на балконе растет. А потом почитаю, как она зимует. Может быть, она у меня там так и останется вместе с фоксиями, с этими загибискусами, с абатилонами. Почитаю про нее. Но сейчас точно на балкон отнесу. Ну все, друзья, вот моя мандевила. Вот она в этом горшочке. Вот я ее за спиральку завела. И поставила. Здесь у меня колобце фаус. Растет. Там он у меня черенки бугенвилии сиреневой. Я большой куст огромный отдала. Тогда вам показывала от него. Вон черенки растут. Ну и вот там мои фуксюшки. Вот тут фуксюшки. Вот мой сирпус. С этой самой. Как ее зовут-то? С кислицы, с оксалисом. Так вот она и прет здесь. Откуда взялась, так и не понимаю. Вот она, красавица. И в цыпрус, видите, цветет. Она выпускала новые вот эти вот волосики. Вот он, красавица мой. Ну, на этом все. Желаю всем всего наилучшего. Ой, у меня обушки подвяли на ветру. Высушились. Надо сейчас полить. Всем добра, тепла, здоровья, любви, счастья. Берегите себя и своих близких. А с вами была я, Любовь в садик цветов. Берегите себя.